Друзья мои, всем привет! Сейчас отправляюсь на новую почту. Я получила новую посылку. Обязательно вам покажу, поделюсь с вами своими покупками. Получила посылку со своего любимого американского сайта. К сожалению, не могу вам его рекламировать. Мне не заказывают там рекламу, но я с удовольствием бы это сделала. Сейчас без рекламы. Просто показываю то, что я получила. Пришла эта посылка прямо из Америки. А часто приходит из Киева. Там есть тоже склад. Что я заказала? Это для иммунной системы. Это витамин D3. Это глюкозамин с хондроитином. Для того, чтобы укреплять кости, сосуды, суставы. Это коэнзим Q10. Это очень хорошее средство для повышения иммунитета, для стабилизации давления, сердечно-сосудистой деятельности. Так, это витамин С. Два заказала себе и дочери. Это омега-3. За эту посылку я оплатила примерно 2000 гривен. Это 70 долларов примерно. И сегодня я хочу сказать вам всем спасибо за то, что я приобрела себе эти лекарства. Вот вы смотрите мои видео, просматриваете рекламу. И благодаря этому я могу позволить себе купить сейчас средства, необходимые для поддержания моего здоровья и здоровья моего мужа. Так что вам огромное-огромное спасибо всем тем людям, которые смотрят мои видео, которые пишут мне комментарии и которые просматривают рекламу. Я вас всех люблю, всех целую. И сейчас я покажу вам видео, которое я сняла специально для тех людей, которые мне постоянно пишут комментарии. Скажите, как принимать витамины, какие витамины вы принимаете, когда их лучше принимать. Я все подробно вам сейчас расскажу. Извините меня за мой вид. Я не знаю, почему так получилось, что у меня такая физиономия грустная. Просто я была очень сосредоточена, и так падает свет. Пожалуйста, не переключайтесь. Вы обязательно услышите какую-то полезную для себя информацию. Даже если вы не принимали витамины, никогда не думали об этом. Я тоже такая была до недавнего времени. Меня просветили американские блогеры, те люди, которые переехали жить в Америку, и которые сейчас показывают, рассказывают, какие витамины они принимают, и как они себя чувствуют хорошо. Ведь вы знаете, там же в 90 лет человек еще работает, он функционирует, он гуляет, он ездит в парикмахерскую, он следит за собой, он зарабатывает деньги. И это в 90 лет. У нас в 60 уже очень многие люди, их состояние здоровья оставляют желать лучшего. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы вы услышали эту информацию, что-то для себя приняли. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Друзья мои, всем привет. Честно, меня в комментариях вы спрашиваете о том, вот как правильно принимать витамины, которые я вам советую. Нужно ли месяц, два принимать, в какой дозировке, когда лучше, утром, днем, вечером. Значит, я хочу вам дать несколько тех рекомендаций, о которых я сама знаю, для того, чтобы вы действовали в правильном направлении. Все витамины принимаются с утра, утром, во время завтрака, или с завтраком, или после него. Это раз. Исключение составляет кальций, который обычно рекомендуют врачи принимать 4 часа дня. А все остальные витамины принимаются с утра. Второе, витамин D. Витамин D очень важный витамин для человека. Если вы не живете в южной стране, где вы живете постоянно, причем не на месяц приехали, не на два, а живете постоянно, то явно вам не понадобится многие из тех витаминов, которые мы принимаем, живя в средней полосе. Это Украина, Белоруссия, Россия и так далее. Те страны, в которых нет зимы. В теплых странах, где нет зимы, где много солнца, люди вообще не знают, что такое сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на то, что многие женщины, к примеру, в Египте обладают избыточным весом, который, как известно, является провокацией к сердечным болезням, к сердечно-сосудистым заболеваниям, они не знают, что такое те болезни, от которых страдает половина человечества. Когда мы были в Шарм-Эй-Шейхе и пошли в известную всем аптеку Татьяны, я спросила у нее, какие сердечные препараты у нее есть, потому что у меня была аритмия. В Шарм-Эй-Шейхе под землей находятся урановые оруды, и очевидно, вот это воздействие, радиация, она влияла на меня. У меня началась аритмия, и я хотела как-то ее утихомирить. И вот когда я пошла к Татьяне и спросила, что она мне может предложить, она мне сказала, что у нас нет никаких сердечно-сосудистых препаратов. Я говорю, ну как нет, а что вы людям предлагаете? Она говорит, ну у нас не выпускают промышленность. Есть там какие-то аналоги, она мне дала там что-то, но она абсолютно мне не помогала. В месяц я промучилась, а потом оно само по себе, оно утихло. Хотя здесь у меня уже много лет до этого не было аритмии. Так вот, те люди, которые живут в теплых странах, у них нет такой проблемы. Нету такой проблемы, например, и в Таиланде. Я знаю, что там тоже люди не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вообще очень долго живут. Вообще, если есть проблемы со здоровьем, многие женщины переезжают жить в теплые страны, и они делают правильный выбор, потому что после адаптации наступает оздоровление и выздоровление от многих болезней. Я знаю людей, которые больны астмой, у которых страдало сердце, было очень высокое давление. Здесь вот, в наших широтах, они приезжали в теплые страны, у них все сразу налаживалось. Но не сразу, но налаживалось со временем. И они забывали о своих болезнях напрочь. Но обычно, когда приезжаешь в такую теплую страну, своего климата, начинаешь там жить, то, конечно, по бочке вылазят. Но потом как-то все это приходит в норму, и человек, конечно же, лучше себя чувствует, потому что у него достаточно витамина Д, который дает солнце. Он ест рыбу, которая водится в море, купается в море, что тоже очень полезно ест фрукты и так далее. Так вот, витамин Д – это очень важный витамин, который нужно принимать людям. Но как его правильно принимать? Правильно принимать витамины – это значит пойти к врачу, сдать анализы, и врач назначит вам, какие витамины в какой тазировке вам нужно принимать. Но учитывая тот случай, когда мы живем все в условиях пандемии, и мы не можем обратиться к врачу вовремя, например, он на Вске сейчас карантин, и мы вообще не можем никуда выехать, потому что не работает транспорт, только по пропускам. Вот, поэтому приходится самим принимать решение. И я хочу вам посоветовать, как правильно с точки зрения здравого смысла принимать витамины. Значит, если говорить о витамине Д, то его нужно начинать взрослому человеку принимать в цифровке 5000 международных единиц. Значит, это в том случае, если вы не знаете, хватает у вас витамина Д или не хватает. Принимать нужно 3 месяца, а потом прекратить прием, по крайней мере, хотя бы на месяц. Если вы знаете, что у вас, вы уже сдавали анализ, и знаете, вот как у меня, что содержание витамина Д у вас в организме недостаточно, то через месяц нужно повторить опять 3-х месячный курс пройти. Значит, люди, у которых не хватает категорически витамина Д, они об этом знают, они сдавали анализ. К примеру, у них меньше 30 международных единиц, то им нужно начинать с дозировки 10 тысяч. Когда вообще надо принимать витамины? Почему их принимают? Надо ли, например, вот вы сидите и думаете, вот надо ли мне принимать витамины? Если у вас с организмом все хорошо, у вас нет повышенного давления, у вас не повышен сахар в крови, обычно эти два показателя сопутствуют, в большинстве случаев. Если у человека повышенное давление, то у него, как правило, будет повышенный сахар, хотя есть, конечно, много исключений. Я сама знаю людей, очень полных женщин, у которых давление зашкаливает, а сахар у них в норме. А когда нужно принимать витамины? Когда нужно забить тревогу, если вы не можете пойти к врачу? Когда есть давление и сахар? Это говорит о том, что у вас в организме не все в порядке и есть недостаток каких-то веществ. Что касается такого важного витамина, как омега-3. Этот витамин нужно принимать людям, у которых пошаливает сердце, постоянно, каждый день. Конечно, хорошо бы подобрать нужную дозировку, но обычно эта нужная дозировка и продается на сайтах, продается в аптеках. Очень хорошо принимать витамин D, который содержится в криле. Вот я, например, сейчас заказала себе на своем любимом сайте витамин D, обычный рыбий жир и витамин D, который сделан из криля. Это тоже очень хорошо. Будут чередовать месяц один витамин, месяц другой. Но омега-3, людям, у которых повышенное давление, это значит, у них страдает сердце, нужно принимать постоянно. Ну, к примеру, можно принимать полгода, месяц делать перерывы, опять принимать полгода. Если вы чувствуете, что сердцем у вас все нормально, прекратите принимать. Везде, во всем, должен быть здравый смысл. Сейчас очень важно начать принимать, если вы еще не принимаете, цинк и селен. Почему? Потому что эти препараты не позволят вам заразиться ковидом, а если человек заразится, то он будет болеть, ну, скажем так, легче будет проходить заболевание. Цинк и селен – это элементы, которые необходимы каждому организму для нормального иммунитета. Но есть еще препараты, которые сами по себе повышают иммунитет. Например, это коэнзим-Ку-10. Это очень хороший препарат, который обычно прописывают людям, которые страдают повышенным или пониженным давлением, что тоже плохо. Поэтому коэнзим можно тоже попринимать. 2-3 месяца пьете, месяц – перерыв. Или там 2 месяца – перерыв. В приеме витаминов нужно, как и во всем, соблюдать принципы здравого смысла. У поляков есть такая пословица, что занадто, то нездраво. Поэтому нужно опасаться принимать витамины, те, которые вам не нужны явно. Если вы себя хорошо чувствуете, у вас нормально все с давлением, у вас сахар в норме, все хорошо, зачем вам принимать витамины. Сейчас идет весна, и вы можете спокойно сделать себе салат, выпить чай с лимоном, купить какие-то фрукты, сейчас пойдет клубника, черешня, и вы восполните свой недостаток витаминов, который у вас образовался за зиму. Но если у вас есть сопутствующие заболевания, конечно, этих витаминов, которые мы получаем из еды, их недостаточно. Это говорю не я, это говорят врачи, специалисты. Всех, кого я слушаю, говорят об одном и том же. Американцы, например, они вообще свою жизнь не представляют без витаминов. Избыточное количество витамина D в организме может вести к нежелательным последствиям, образовывать ненужные кристаллы в почках человека. Поэтому нежелательно принимать витамин D тем людям, которые хорошо себя чувствуют и не уверены в том, если у них недостаток витамина D. Если у вас проблемы с костями, нужно принимать хондроитин с глюкозамином. Это очень хорошие препараты, которые принимаются на постоянной основе. Вот тут надо пить долго. Значит, если витамин D долго не пьется, а три месяца и перерыв, два месяца и перерыв, как вы посчитаете нужным, то глюкозамин пьется полгода, не меньше, иначе не восполняется недостаток кальция в организме. Если у вас есть проблемы с костями, которые я назвала, и вы принимаете глюкозамин и хондроитин, то знайте, что без витамина D кальций не усваивается в организме. Именно витамин D способствует тому, чтобы кальций усваивался и проблема решалась, происходило лечение. Но если я недостаточно подробно вам объяснила свою позицию, пожалуйста, пишите в комментариях, критикуйте меня, выскажите свое мнение. Буду всем рада. Субтитры подогнал «Симон»!